Твои имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слово Святаго Иоанна Златоустова о девстве. Продолжение. А что скажешь, если девственница станет заниматься многим и иметь житейские заботы? Нет. Этим ты исключил бы ее сон на девственниц. Потому что недостаточно только не вступать в брак, чтобы быть девственницей. Но необходима и чистота душевная. А с чистотой же я разумею не только воздержание от порочной и постыдной похоти, украшений, рассеянности, но и свободы от житейских забот. Если же этого нет, то какая польза в чистоте телесной? Как ничего не может быть постыднее воина, бросившего оружие и проводящего время в пьянстве, так ничего не может быть ни пристойней девственниц, связанных с житейскими заботами. Так и те пять дев имели светильники и подвязались в детстве, но не получили от того никакой пользы, а остались не дверей затворенных и погибли. Действие потому и хорошо, что оно отклоняет всякий повод к излишней заботе и доставляет полный досуг для благоугодных дел. Так что если этого нет, оно бывает гораздо хуже брака, нося в душе тернии и заглушает чистое и небесное семя. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж, говорит апостол 1 Коринфянам 7.36. Что говоришь ты? Пусть делает как хочет. Как ты не исправляешь извращенного понятия, но дозволяешь вступать в брак? Почему ты не сказал, кто находит непристойным для своей девицы оставаться так, тот жалко несчастен, считая укоризленным столь дивное дело? Почему ты, оставив это предположение, не посоветовал ему удерживать свою дочь от брака? Потому что, говорит он, эти души были слишком слабы и привязаны к земле, а при таком настроении их нельзя было вдруг внушать им учения девствия. Кто до такой степени привязан к мирским делам и восхищается настоящей жизнью, кто даже после такого вещания считает постыдным то, что достойно небес и уподобляется ангельской жизни, тот как мог бы принять совет, привлекающий его к этому? И удивительно ли, что Павел так поступил касательно дела позволенного, когда он делает то же самое касательно запрещенного и противозаконного? Укажу, например. Иметь осторожность пищи, принимать одну и отвергать другую было свойственно слабости его деятельности. Однако и между римлянами были подвержены этой слабости. Он же не только не обвиняет их со строгостью, но делает еще нечто более того, оставив согрешавших, он укоряет тех, которые хотели препятствовать. А ты что осуждаешь брата твоего? В римлянам 14.10. Между тем, он не сделал того же, когда писал Колоссяну, но с великой властью обращается к ним и любомудрствует так. Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, и еще. Итак, если вы со Христом умерли для стихи мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь в постановлении? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все и сливает от употребления. Послание Колоссянам, 2 глава, 16, а также 20-22 стихи. Почему же он так поступает? Потому что эти были сильны, а римляне еще нуждались в большей снисходительности. И он ожидал, пока вера укрепнет в их душах, опасаясь, чтобы с преждевременным истреблением плевел не вырвать с корнями растений здравого учения. Поэтому он и не осуждает их прямо, и не оставляет без осуждения, но касается их незаметно и прикровенно в осуждении других, ибо словами пред своим Господом стоит он или падает. Римлянам, 14, 4. Он, по-видимому, заграждает уста укоряющему другого, но на самом деле вливает в душу этого последнего, показывая, что предпочитать то или другое из пищи свойственно нетвердым и не стоящим непоколебимо, но еще колеблющимся, находящимся в опасности пасть, если не устоять. Таким же образом он поступает и здесь вследствие великой слабости укоряемых. Он неявно нападает на обличаемого, но похвалами тому, кто соблюдает свою девицу, наносит ему сильный удар. Что же говорит он? «Но кто непоколебимо тверд в сердце своем?» 1 Коринфянам, 7, 37. Это сказано для противопоставления с тем, кто легко и скоро колеблется, не умеет ходить твердо и стоять мужественно. Потом, заметив, что этого слова достаточно для влияния на душу такого человека, смотри, как он опять прикрывает речь, приводя причину не слишком достойную порицания, сказал, «Но кто непоколебимо тверд в сердце своем?» Он присовокупил, не будучи стесняем нуждой, но всегда будучи властем в своей воле. Хотя последовательнее было бы сказать, кто стоит твердо и не находит этого дела непристойным, так как это было бы слишком разительно, то вместо этого он употребляет другое выражение в его утешение, предоставляя ему лучше ссылаться на такую причину. Не так тяжело удерживать кого-нибудь от дела нуждою, как стыдом. Первое касается души слабой, жалкой, а последней испорченной и не умеющей правильно судить о качестве дел. Впрочем, говорит, это еще было не время. Даже по настоятельной нуждению следует препятствовать желающей быть девственницей, но должно мужественно стоять против всего, что препятствует этому прекрасному стремлению, как говорит Христос, то любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Отфея 10, 37. Когда мы принимаем что-либо благоугодное Богу, то всякий препятствующий этому есть в рак и неприятель. Кто бы он ни был, отец или мать. Павел же, снисходя к несовершенству слушателей, написал следующее. Кто непоколебимо тверд, не будучи стесняем нуждою и не остановился на этом, хотя не будучи стесняем нуждою и будучи властем своей воли. Означает одно и то же, но обширную речью и беспрестанным повторением позволений, утешает слабый и низменный ум, присоединяя далее другую причину. «Решился в сердце своем» 1 Коринфянам 7, 37. «Ибо недостаточно быть свободным, чтобы только за это не подлежать ответственности. Но когда кто избрал и рассудил, тогда он поступает хорошо. Потом, чтобы ты не заключил из такой великой снисходительности, что нет никакого различия между тем и другим делом, он опять излагает различия между ними, хотя с осторожностью, излагает в ясных словах. «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше» 1 Коринфянам 7, 38. «А насколько лучше он не объяснил опять по той же причине, если же ты хочешь знать, то послушай Христа, который говорит. «Не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах»» Матфея 22, 30. «Видишь ли и различие, на какую высоту детство вдруг возносит смертного, когда оно есть истинное детство». Продолжение следует. Продолжение следует...